Охотник Леса, кишевшие разбойниками, остались позади. Караван стоял на берегу реки в одном переходе от Белокамня. Ночь обещала быть спокойной, но вылезать из доспехов Гуннеру не хотелось. Слишком уж легким оказался поход, не иначе судьба приберегла какую-то гадость напоследок. Он не ошибся. Охранники сидели вокруг костра. Огонь разожгла Вигдис, просто уронив с ладони язычок пламени. И ингрид сделала что-то, сплела, как говорили одаренные, и котелок сам наполнился водой. Эрик побросал туда трав, что набрал тут же, в паре шагов от костра. Кому как нецелителю разбираться в травах. Гуннер в который раз подумал, что когда рядом одаренные, воинам вроде него особо и делать нечего. Разве что сходить с еще одним котелком к кашевару. Он, Фридмунд, как раз принес густо пахнущее мясо варива. Да посуду помыть. В этот раз была очередь Зигфрида. Тоже невелика работа, если те одаренные воду и добудут, и нагреют. Земля разверзлась аккурат, когда они собирались ужинать. Фридмунд поставил котелок рядом с огнем, потянулся за миской и провалился вместе с костром. Огонь погас, а из земли, подобно ключу, хлынул поток. Только вместо воды были капли дымчатого стекла. Нечеловеческий крик Фридмунда заставил всех остальных вскочить. Стеклянные капли облепили его так, что тело не разглядеть. «В стороны, быстро!» — ряпнул Эрик. С его рук слетело ярко-желтое пламя, гораздо светлее и ярче, чем обычно выплетали одаренные. От запаха горелой плоти подкатило горлу. Крик стих, то ли сам по себе, то ли кто-то милосердно остановил сердце Фридмунда. За спиной загомонили, Гуннар оглянулся. «Хватайте добро и прочь отсюда!» — скомандовал он. Он никогда не видел ничего подобного, а значит, купцу с подручными и вовсе здесь делать нечего. «Ты и светных тварей не остановить!» — бросил Эрик. «Гуннар, дай меч Ингрид!» «Игдис, Фикфрид, уводите людей!» «Гуннар, ты с ними!» Гуннар мотнул головой, опуская ладонь на рукоять. «У нее свой есть!» «Нужно небесное железо!» — сказала Ингрид. «Если это можно рубить!» «Хотя как рубить поток стеклянных капель?» «Справлюсь сам!» По хребту пробежал холодок. Легенды про тусветных тварей ходили одна страшнее другой. Говорили, что они способны сожрать человека за несколько ударов сердца. Впрочем, разве не это как раз сейчас и происходило? Твари стекли с тела Фридмунда, оставив чистый костяк и изъеденные остатки доспеха. Скатились обратно. На дне воронки вздулся горб высотой с человека, отрастил что-то похожее на хлысты. Гуннар отмахнулся мечом отлетевшего в него отростка. Отсеченный, он снова рассыпался на капли. Ингрид накрыла их огнем еще до того, как те коснулись земли. Похоже, она знает, что делает. Откуда бы?» Вигдис, глядя на них, тоже швырнуло пламя. Но оно угасло, едва коснувшись твари. Только искры полетели. «Вигдис! Зигфрид! Уводите людей!» Рыкнул Эрик. Зигфрид ответить не успел. Еще один хлыст метнулся к нему, точно атакующая змея. Взател меч. На узорчатой лезвии дорогого клинка переломилась точно гнилушка. Тварь захлестнула шею. Зигфрид захрипел, попытался оторвать хлыст от горла. Тщетно. Плоть разъела до костей, а в следующий миг голова отделилась от тела. Гуннер сморгнул разноцветные пятна перед глазами и едва не заорал в голос, увидев, когда щупальца летят к Вигдис, как она уворачивается от одного, выпрямляясь навстречу другому. Все, что он успел, рыбкой сигануть над землей, отшвыривая девушку. Невысокой и щуплой. Немного ей надо было, чтобы отлететь. Гуннер не успел сгруппироваться и ударился грудью о камень. Дыхание на миг вышибло, и ровно этого мига не хватило, чтобы откатиться и вскочить. Тварь хлестнула поперек живота, скользнула по пояснице, потянув к себе. Гуннер думал, что болью его давно не напугать. Он ошибался. Казалось, в кровь влился жидкий огонь. С каждым ударом сердца он растекался по телу, выжигая все на пути, отнутра до кончиков пальцев. Где-то на краю сознания закричала Вигдис. Меркнувшим взором он увидел, как Ингрид подхватывает выпавший из его рук меч. Взлетел и опустился клинок. Прогудело пламя. Если и обожгло, Гуннер не заметил. Совершенно не к месту подумал, что ни один одаренный, по доброй воле, не возьмет в руки небесное железо. А Ингрид хоть бы что? Кто-то, отчаянно ругаясь, потащил его прочь, ухватил за подмышки. Тень заслонила солнце. «Где?» — рявкнул Эрик. «Где что?» Впрочем, даже если бы Гуннер понял, что от него хотят, ответить не смог бы. Эрик, кажется, ответа и не ждал. Быстро ощупал запястье, потянулся к шее. Снова выругался. Разорвал цепочку на шее Гуннера. Тот отрешенно отметил, что и Эрик взялся за небесное железо, даже не поморщившись. «Вигдис, некогда глазеть, все ляжем!» — крикнула Ингрид. «Жги, а то снова сползутся! Желтым!» «Не успею!» Гуннер дернулся в ту сторону, разом на миг померк. Потом сквозь звон в ушах пробилась отчаянная ругань Вигдис. «Жива!» «Я рублю, ты жжешь отрубленное! Что успеваешь?» Прогудело пламя. Гуннер вроде снова потерял сознание. А когда очнулся, боль из всего тела стеклась внутро и в поясницу, из жидкого огня превратившись в обычную земную. Гуннер потянулся к животу, вместо одежды и тела обнаружив что-то горячее, мокрое и шевелящееся. «Куда грязными лапами в кишки?» — рыкнул Эрик. Гуннер сперва отдернул руки, а смысл слов понял уже погодя. Лицо Эрика снова стало отстранено сосредоточенным, словно не ржали вокруг лошади, не ругала с непотребными словами Вигдис, призывая бестолковых дуболомов решить, наконец, что им дороже, пожитки или собственной жизни. Кажется, дуболомы все же решили, что жизни. Стало тише. Или это мир в который раз начал уплывать, проваливаясь в небытие? — Чистильщики идут, — сказала Ингрид. — Да, чистильщики. Только они могут остановить тусветных тварей. И, по слухам, всегда чудесным образом оказываются там, где нужно. Как сейчас. — Значит, окрестностям не грозит участь Озерного, который четырнадцать лет назад твари сожгли до последнего пса. — Сможешь до того, как появится, проход выплести? — спросила Ингрид. — Да, — ответил Эрик, — все равно в чистом поле я больше ничего не сделаю. Унесешь его? — Куда я денусь? Сгустилась тьма. Гуннер услышал смешок Эрика, мол, спорим, тебя еще ни одна женщина на руках не носила. И всхлип Вигдис, нашел время ржать скотина. Он растянул непослушные губы в ухмылке, незачем ей еще и по нему рыдать. И так она только-только мать оплакала. — Носила. Четверть века назад, только с тех пор он немного подрос. И это стало его последней связанной мыслью. То ли служители Творца врали насчет загробного мира, то ли Гуннер все-таки был жив. Едва ли на том свете нашлась бы лечебница Эрика, разве что они перебрались туда всем отрядом и... Он не на шутку встревожился. Он ощутил пальцы, сжимавшие его ладонь, сильные, отнюдь не бестелесные. Да и сама Вигдис совершенно не походила на небесные создания, даже сейчас, в теплом неровном пламени множество свечей, расставленных по комнате. Он протянул руку, отвел с заплаканного лица девушки золотистую прядь, удивился. При нем Вигдис плакал лишь раз после похорон матери. Движение далось неожиданно тяжело, словно на запястье навесили свинцовые грузила. Девушка вскинулась, проводя рукавом по глазам, а в следующий миг лицо оборгла пощетина. — Ты, болван стоеросовый, говорила тебе не таскать эту гадость, меча довольна. Даже в постели ее не снимал, бестолочь мнительная, да игрался. Будь он здоров, поймал бы руку, а дальше как пойдет. Их некоторые бурные ссоры обычно заканчивались столь же бурным примирением. Но сейчас только и хватило сил, чтобы ухмыльнуться. — Вот это больше на тебя похоже. Она выругалась, разом сникла. Волосы снова закрыли лицо. — Я успевала тебя отбросить, только рассыпалась. Гуннер затем и носил амулет из небесного железа, чтобы любое направленное на него плетение рассыпалось. Можно никакой пакости не опасаться. А если надо подлечиться или что такое, снять недолго? Он пожал плечами. — Бывает. Живой же. Она снова вскинулась, нечленораздельно зашипев. Осеклась на полусловия, когда скрипнула дверь, и в комнату шагнул Эрик, привычно наклонив голову. Гуннер в который раз подумал, что целитель наверняка многоажды влетал лбом в притолку, задумавшись или отвлекшись. Двери в лечебнице и для Гуннера были низковаты, а бугаю вроде Эрика и вовсе неудобны. Он вообще не походил на целителя, какими их обычно изображают. Мудреного сединами, иссохшего, исключенного от постоянного сидения над учеными трактатами. Субтитры создавал DimaTorzok